Бивень мамонта, рок лося, зуб косатки. В Магадане стартовал третий международный фестиваль «Кострезное искусство народов мира». Более 100 работ представили художники из разных регионов и даже стран в торговом центре «Астра». Церемонию посетили первые лица города и области, депутаты, представители союза художников. Николай Птицын, директор детской школы изобразительных искусств Якутска, привез работы своих учеников. «Получается, 11 работ принес. Есть коллективные работы. Дети от 14 до 17 лет. Я могу сравнить с нашей республикой, с городом Якутска. Магадан, конечно, во-первых, сразу бросается аэропорт. Она осталась на уровне СССР, можно сказать. А остальном люди замечательные, гостеприимные. Мне это очень нравится». Каждый мастер работает по своей уникальной технике. Сам решает, что станет лейтмотивом его работы. Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом и визами, участники проделали большой путь, чтобы представить свои работы на фестивале. По словам организаторов выставки, фестиваль Косторезов – важное событие. Благодаря ему сохраняют и развивают это ремесло. «Особенно это важно в год 30-летия побратимских отношений между Магаданом и американским Анкориджем. Я думаю, что связи в области образования, культуры, обмена, который традиционно был между коренными младческими народами северо-магаданской области, Чикотки, Аляски, они должны жить, потому что все это очень взаимоувязано, взаимно проникнуто культурой, обычаями, традициями. Но то, что сегодня здесь и Занкт-Петербург, и Якутск, и много-много городов, и вообще вот первый этаж торгово-выставочного центра «Астра». Они молодцы, что предоставляют, во-первых, помещение. Оно современное, оно стильное. Здесь хочется посмотреть каждую работу, пропустить ее через себя, потому что каждый художник хотел пропустить какой-то жизненный момент, который у него ближе всего вот здесь в сердечке остается». Косторезы из-за границы приехали не только для того, чтобы показать свои работы. Одна из главных целей фестиваля – обмен опытом между художниками. По словам участников, освоить новые приемы и техники косторезного искусства хотят все мастера. Кроме того, гостям интересно окунуться в быт и культуру самого Магадана и Колымы. Победители конкурсной программы фестиваля определят в восьми номинациях, а также конкурсная комиссия выберет обладателя Гран-при. Магаданцы смогут увидеть произведение косторезного искусства до 31 октября. Магаданскими сотрудниками ФСБ возбуждено два уголовных дела в отношении троих жителей Колымы. Их обвиняют в незаконном обороде драгметаллов, в частности, хранение его и перевозки. У ФСБ России по Магаданской области пресечена противоправная деятельность жителя Сусуманского городского округа, который незаконно перевозил драгоценные металлы – золото и серебро – общей стоимостью около 8 миллионов рублей. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. Второе уголовное дело аналогичное. Двое магаданцев незаконно хранили у себя золото и серебро общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы до 5 лет, а также выплата штрафа до 500 тысяч рублей. Дистанционное мошенничество набирает обороты. Мобильный телефон – главное орудие злоумышленников. Мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банков. Создают сайты, через которые граждане отдают последние накопления. Схем очень много. Год еще не закончился, а сумма ущерба колымчан составляет более 70 миллионов рублей. Одним из ярких преступлений стала кража денег у жительницы поселка Сокол. Гражданка заполнила на сайте специальную форму, указав свои персональные данные и контактный номер телефона. В этот же день ей позвонил мужчина, который представился сотрудником инвестиционной финансовой компании и убедил женщину в возможности пассивно приумножить капитал. Следуя указаниям звонившего, потерпевшая установила на свой смартфон приложение, посредством которого происходило дальнейшее общение с так называемыми консультантами, а также создала электронный кошелек. Чтобы пополнить его, заявительница оформила несколько кредитов и выполнила 29 операций, перечисляя на указанные звонившими счета средства на общую сумму 3 миллиона 705 тысяч рублей. Уважаемые граждане, ни при каких обстоятельствах не подключайте неизвестный удаленный доступ к вашим смартфонам, не переводите денежные средства по указанию консультантов, если вы не уверены в их благонадежности. В рамках заседания Координационного молодежного совета Магадана участники обсудили урбанистику. Главным стал вопрос, как современный человек может повлиять на городскую среду, парк-маяк, реконструкция скверов и многое другое. Почему и как реализовали именно эти проекты? Обратная связь с жителями недостаточно налажена, а молодежь – основной двигатель мнений и активности. Проблема очень двоякая. Прежде всего, конечно, активность проявляет именно молодежь, в том числе учащиеся молодежь, студенты, молодые архитекторы, строители, проектировщики. Поэтому хочется от них узнать, как они бы могли поучаствовать, но максимально эффективно, полезно в этой деятельности. И вообще, насколько имеет практическую пользу именно включение молодежи в обсуждение таких проблем, таких будущих проектов, и каким образом этот механизм можно наладить таким образом, чтобы всем было комфортно работать, чтобы проектировщики, архитекторы не вникали в миллион комментариев о том, как это плохо наделать по-другому, а что действительно был толк, была максимальная польза. Есть разные идеи, как агрегаторы проектов, идей молодежных, так и просто открытые площадки для обсуждения. Сегодня задача нашего совета – это именно выявить максимально удобные формы, а также создать такую небольшую тематическую площадку с формой обратной связи, в которой молодежь максимально заинтересована. Это именно специалисты технических специальностей, которые могли бы задать напрямую вопрос архитекторам, урбанистам, первым лицам города, которые максимально имеют полную информацию о текущих, будущих проектах. Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области сообщает, что ведомство начало рассылку свободных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц и НДФЛ. Уплатить налоги, указанные в уведомлении, необходимо в срок не позднее до 1 декабря 2021 года. Сделать это можно по указанным реквизитам, через отделение банков, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие банкам, на сайте ФНС России с помощью сервисов личный кабинет налогоплательщика физического лица. Уплата налогов и пошлин, пополнение электронного кошелька, уплата по индексу документа, заполнение платежного документа по реквизитам, уплата налогов за третьих лиц, через организацию федеральной почтовой связи, при отсутствии в населенном пункте банка. Для пользователей сервиса личный кабинет налогоплательщика физического лица уведомления размещаются в личном кабинете и не дублируются на бумажном носителе. Если общая сумма исчисленных имущественных налогов составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется. Есть одно исключение. Налоговый орган направит уведомление с суммой налога менее 100 рублей, в том году по окончании которого он утратит право его направить за три предшествующих года. 28 октября стартует городской фестиваль молодых педагогов «Открой себя». В нем примут участие около 80 молодых учителей, а также преподаватели-наставники, классные руководители. Творческие мастерские, педагогическая ярмарка и методические лаборатории откроют двери для всех желающих участников мероприятия. В интеллектуальной игре «Педагогический квиз-плиз» будут состязаться команды молодых педагогов, педагогов-наставников и команда студентов педагогического факультета СВГУ. В ходе работы фестиваля состоится видео-встреча с представителями Академии Министерства просвещения Российской Федерации, которая пройдет в формате телемоста.